На кадрах подводной видеосъемки затонувший корабль, которому предположительно 600 лет. Находку обнаружили в районе села Виновка на глубине 10 метров. Возможно, веками судно было захоронено гораздо глубже, но из-за обмеления Волги в этом году поднялось выше. Я сначала с этой стороны пошел, вот это нашел, вот оно такое ребро, вот здесь типа бор, да, но почему-то эти выгнуты наружу, шпангово, да, наружу выгнуты. Это такое ощущение, что она вверху дном. Большая часть корабля находится в песке, но палубу, корму, цепь и канаты можно рассмотреть. Размеры корабля впечатляют. Длина 50 метров, ширина 20. Такой поистине гигант по тем временам был редкостью. Эксперты уверяют, палуба однозначно иностранная. Скорее всего, это Азия или Иран. Кому принадлежит судно, пока неизвестно, но то, что оно является собой культурную и историческую ценность, это факт. Со дна достали часть древесины и металлический гвоздь. После проведенной экспертизы стало понятно, что ладья относится к концу 14-го, начала 15-го века. Исследованием занимались ученые Самарского политеха с помощью технологий, созданных в университете, специальных ультразвуковых сканеров и глубоководного робота. Экспертиза показала, что содержание чистого железа в гвозде 99,5%, что для современных изделий не свойственно. Лигирующий элемент в этом железе, в этом образце отсутствует. Мы по наличию лигирующего элемента можем сразу говорить о том, что это материал не с сегодняшнего дня. Если результаты предварительных анализов верны, то найденная ладья старше Самарской области. На рубеже 14-го и 15-го веков по Волжье даже не входила в состав российского государства. А участок Волги, где было найдено судно, служил транспортной артерией для торговых кораблей. Огромные габариты ладьи наводят на мысль о военном флоте. Однако непонятна причина, по которой военный корабль мог зайти в Поволжье в то время. Завоевание Волги приходится на конец 15-го века, эпоху Ивана Грозного. Картина выстраивается весьма и весьма примечательно. Если это судно все-таки 14-го, 15-го столетия, то, возможно, революционные какие-то теории будут созданы о том, кто же осуществлял судоходство. Возможно, внесены корректировки в известные конструкции судов. И, возможно, уточнена ситуация о том, насколько Волга являлась действительно активной судоходной артерией в этот период времени. Впереди еще много экспертиз, которые помогут понять, сможет ли неожиданная находка на средней Волге изменить историю российского государства. Или, по крайней мере, внести в нее корректировки. С помощью дополнительных сведений удастся определить, в каких отношениях между собой были поселенцы на Верхней, Средней и Нижней Волге. Корабль, который нашли в Самарской области, сможет посоревноваться в возрасте с самой на сегодняшний момент древней палубой – Нижегородской Белянью, которой, предположительно, 400 лет. Нашли ее в притоке Волги и Ветлуге тоже в момент обмеления реки. Мария Левина, Максим Гусев, События.